Сейчас я смотрю на наше поколение и просто удивляюсь немножко такой какой-то, мне кажется, деградацией. Почему? Потому что он научился чему-то чуть-чуть и сразу для него это как бы достаточно. Меня приглашают в ночной клуб или куда-то, я могу заработать деньги и все. Я вот этого не понимаю, потому что для меня главное было не заработать, а сначала что-то сделать. Я думаю, что когда человек чего-то добивается, это как бы божий закон. И не всегда что-то поэтому и дается. И материально, и поэтому нам стремиться не к материальному, а именно к творческому, своему духовному началу. Потому что если его не будет, из вас ничего никогда не получится. К сожалению, у меня была травма и сделали операцию очень неудачно. Короче говоря, я только через 4 года узнал, что у меня помимо того, что я не сделал, у меня еще оторвана мышца. В общем, короче говоря, я уже как бы бросать не могу, хотя я пытаюсь там кое-как чуть-чуть при таких встречах. Поэтому, слава богу, что до меня дошла такая мысль, когда я работал в Японии в последние несколько раз годов. И мы работали у Хомы. И как раз работали в Санкьюи, в его отелях. Вы сами знаете, не самые лучшие площадки, потому что там потолка нет. Работали в ресторане, в баре, который высотой, я не знаю, чуть-чуть выше этой колодки. Поэтому там надо было так кидать. Ну, сами понимают, не очень-то. Но у меня вдруг такая возникла, и я думаю, что после меня останется? Только одни разговоры и слова, потому что все, что было, у меня записано. Написано, например, я очень много снимался, будучи в Москве, работая на Вернацкого, моя вторая программа после открытия цирка, на Цветном бульваре несколько раз. И я много снимался у Рудиной, процесс, потом в новогодних огоньках, в театральных встречах. То есть везде, когда выходили артисты, а за них пела фонограмма, вы знаете, как с ними съемки идут на телевидении, то я несколько дублей, значит, приходилось все равно наживу, потому что фонограммы такой нет. Не придумано еще голографии такой, чтобы все раз записали, а потом показывали, что случилось. То одно не пошло, то другое, то третье. Но, к сожалению, все это пропало в нашу революцию бескромную, которая совершилась в 90-х годах. Пропало не только наше цирковое искусство в это время, которое гордилась планета вся, и мы гордились. Почему? Потому что достигли такого уровня, на которых молился вся, весь мир молился на нас. Почему сейчас, вы просто не присутствовали раньше, то, что сейчас говорилось о школах, о том, кто там преподает, о десолеи, о того-того угодно. Говорили о том, что сейчас нужно, почему пропал, как сказать, имидж циркового артиста, почему пропал бренд советского артиста или русского, российского теперь артиста. Почему? Потому что пропало в цирке целые жанровые и поджанровые истоки. Пропала, например, у нас свобода, которая родилась на Западе, а у нас почему-то в наши последние годы, в 80-70-е, была одна из лучших свобод. Это Соколов, Сокол, Дерглёша, это Ермолаев, это высшие школы, Денисов и так далее и подобное. То есть пропал конный жанр, просто пропал вот такой конный жанр, которым мы гордились тоже, которым мы переплюнули ту же Европу, которая нам его дала. Пропало много поджанров. Сейчас в цирке мы кроме ремней, колечек, холохубчиков и всего такого незначительного, мы даже не можем увидеть то, что делалось раньше. Вот вы зайдите лучше на сайт, вот у нас тут циркомута сидит рядом. Кстати, он всё время выкладывает, спросите у него, где он больше выкладывает, в интернете номера предыдущего вашего поколения, на чём вы должны учиться, потому что мы учились у предыдущего поколения. Вот у нас сидит Киев, вот у нас сидит Андрюша, стоит Андрюша Николаев, вот у нас Кантемировый, то есть понимаете, все такие фамилии известны. Вот дочка Сокола-Терлёши, Соколова, Соколова, я говорю, да. Понимаете, то есть ты предыдущих артистов, которые создали вот эту империю советского цирка, империю, заметьте, и диски, которые сейчас есть, озвученные Никуриным чуть-чуть, уже в формате цифровом, снятые отовсюду, от фильмов, кто-то любительские съёмки делал, кинокамеры. Понимаете, всё это вот трансформировать надо было в цифру, и вот на сегодняшний день всё равно хоть кто-то этим занимался, это создал. Почему? Потому что на сегодняшний день вы можете посмотреть хотя бы истоки, от чего вы отталкивались, потому что вы уже не знаете, кто такой был Попов. Вы так только слышали, если вы. Вы часто не знаете, кто такой был Карандаш, вообще надо же не знать, только так по истокам. Естественно, вы знаете Никулина, потому что просто Сокни Кулина, и потому что есть фильмы, как поток снимался Никулина. Вы не знаете там Муслиу, вы не знаете Тавейка самого, вы не знаете Ховикова, который творил тоже там чудеса. Понимаете, то есть та, что создавали империю советского церкви. Вот эти диски, к счастью, есть, и их надо смотреть, просто смотреть. Потому что вы не смотрите на сегодняшние программы, которые идут в столичных цирках. Вы знаете, такого уровня в советское время никто бы не позволил с таким уровнем работать в столичных цирках. Не говоря уже, даже не то что в столичных, в больших городах. Я не говорю тебе про Ленинград, Петербург, или, например, там крупные, какие у нас города еще? Екатеринбург. Екатеринбург, Киев и так далее. Понимаете, просто Минск, Киев, просто никто бы туда не пустил эти номера работать. Потому что в наше время, если ты приехал в Москву, в Питер или куда-то, значит, ты уже себя можешь считать, как вы сейчас говорите, крутым. Или мы считали корифеем. Почему? Потому что раз я попал в столицу, значит, у меня будет костюм, у меня будет ставка пересмотрена. И может, невозможно, и даже чаще всего будет поездка. Потому что выехать раньше за корону, не сейчас. Паспорт тебя есть, и поехал, и взял. В прошлый раз вы железные занятия, извините, ваше все родословно проверили. Папа сидел, мама нет, дедушка тоже, и еще и даже с хорошим не поедет. Поэтому свои сложности были. Но, может быть, эти сложности и в нас воспитали людей совершенно другого уровня. Мы стремились создавать, а не рушить все. Не показывать, что, а вы тоже цирковые, там, какие-то... Нет. Цирк – это ничего не значит. Сейчас три штучки можно кидать каждый на пляж. Пить шарик – это сомненно. У вас сейчас появился совершенно новый реквизит. Мы делали реквизит все сами. Спинопласты еще. Совершенно разные предметы. Они гораздо тяжелее. Они летают по-другому. Потому что сейчас вы взять современные... То, что вы покупаете, изготовленные реквизиты, жанглёрские булавы, те же кольца и все. Они имеют даже совершенно другое свойство, траектории летать. Почему они немножко, как бы, планируют. Они задерживаются чуть-чуть в воздухе. Понимаете? И наш предмет, который возьмете, молоток бросит, он с такой же джоолем, с таким же вниз пойдет. Да? С ускорением. А этот планирует немножко. Поэтому сейчас смотрим. Семь штук кидать. О! Гата! Семь штук. Смотрите, как долго кидать. А мы начинали это. Мы начинали это делать. Все же с нас брали. Понимаете? Все брали. С цирка Советского Союза. А теперь, получается, у нас присутствует советско-китайский цирк. Почему они от нас все взяли? Лучшие номера. И приезжают еще к нам русские американцы, которые говорят, вот мы представляем Америку. Или сейчас, как нам показывают все школы, то, что мы утратили. Сейчас, к сожалению, вашего директора ушел. Но то, что сейчас нам рассказывали, то, что происходит в Лебеке, в Монреальской школе, Господи, они все у нас взяли. У нас такое же училище и было. Мы учились в училище всему. Мы учились. Мастерство актеров обязательно было у нас два или четыре даже раза в неделю предмета. А как же? Мы же должны себя уметь подать. Это главное. То, что сейчас у нас идет спорт. Что привели к цирке? Артистист или трюк? Убейте меня. Это я с детства даже в своем уже в детстве это слушал. Потому что в советское время нам ставили вопрос. Когда меня выдвинули на лауреата премию Ленинского комсомола, впервые, в 1972 году, когда я работал в вторая программа цирки на Вернадского. Меня Панченко тогда пригласил к себе. Меня выдвинул Октябрьский. Тогда был Октябрьский район города Москвы. Где, собственно, находится цирка Вернадского. Панченко. Панченко был главным комсомольцем у нас. И я к нему когда пришел, он говорит, вы знаете, у нас сейчас дилемма. Все-таки цирк это искусство или это все-таки не искусство? Поэтому, вы знаете, мы так вот решили, посоветовались. Вы знаете, давайте мы вам дадим премию Московского комсомола. Все, ну вот сейчас мы как бы не готовы дать вам Ленинского комсомола, потому что у нас вот такая вот часть дискуссии идет. Все-таки искусство или не искусство цирк? Ну я с ним говорю, вы знаете, я думал, комсомол едино. Оказывается, он делится на московский, тульский, обский, чего-то. Какой-то я по своей дурости думал, что он единый. И повернулся и ушел. Вот. Ну тоже видный гонор немножко был, существовал во мне. Потому что я вперед в цирке, я знаю, что такое хорошо, что такое плохо, что такое ездить без квартиры, что такое жить и за третьей полке ездить в вагонах. Понимаете? Каждая жизнь, она все-таки закаляет человека. Делает его более мобильным, более действенным, более трудолюбивым. Вот. И поэтому я считаю, все-таки цирк, он сродни немножко спорту. Но если спорт, это голый трюк, голый трюк. Вот доказалось, я сделал, там баноло, там, я не знаю, или там тройной наскот, или там обороты и так далее, подумал. Я не с коня прыгнул, вы знаете, там три геройета передних с упора. То цирк, цирк, он даже дал толчок спорту в свое время. Сосин первый кипрыгнул на голом пау. Рунда-тляк 20 с Альтамарталя. В спорте этого еще никто не знал и никто не умел. Цирк толчок дал спорту. А потом, когда спортом занялось государство, потому что это стало одним из принципов государственности, доказать, кто ты есть. Спорт, он утратил, как бы уже такое, как сейчас. Вот что такое женская гимнастика? Сейчас приходят девочки, 12-13 лет. К 18-й она даже не переживает в этом спорте. Она называется женской гимнастикой. Извините меня. Какая же это гимнастика женская? Вы сами понимаете, это абсурд. Так вот, я считаю, что все-таки цирк, он дал многое спорту. Но после, когда спортом занялись уже профессионально, это были институты, работали на них, доктора. Это целая диссертация защищались. Почему? Потому что нужно было проверить, какие нагрузки учатся. Цирк к этому времени никто и никак не занимался. Все чувствовали по собственным возможностям. Когда ты можешь, сколько ты можешь порепетировать, хочется ли тебе, заставить ли тебя руководить и так далее и подобное. И все-таки цирк это синтез. Синтез спорта, то есть доказательство, что ты можешь трюка показать. Но обязательно трюк должен быть облечен в форму. В какой форме? В форму, конечно, то, что от вас идет. То, что от вас... Какая-то индивидуальность. Почему? Потому что каждый человек что-то берет... Даже, вы знаете, вы смотрите на кого-то, или передача, фильм, где-то чем-то увидели, и вот вам понравилась какая-то... Вас захватило что-то, и вы уже автоматически через себя пропускаете. А как бы я так смог или не смог? Но все равно, если даже вы это будете делать, вы будете делать индивидуально. Если вы повторите, то как вы будете неинтересны. Поэтому все-таки я считаю, что цирк это трюк и обрамлен другими. 50% это трюк, а 50% остального это хореография, это внутреннее твое содержание, твоя благотворенность, музыка и, конечно, баяние, наверное. Вот, ну, ввиду того, иногда заговорился, потому что показывать, наверное, много, но мы можем сокращать. И я, к сожалению, сейчас особенно вам ничего показывать не могу, да и вы не принесли ни реквизита, ничего. Так бы мы с вами более толково бы провели этот остаток вечера. Но сегодня я вам сейчас покажу, то, что я успел записать. Я говорю, я как бы ушел в эту тему, я в Японию работал, и я вдруг думал, что я оставлю. А у меня уже плечо болело очень здорово, и все такое прочее. И я попросил там, его сам, говорю, можно меня подвинуть в холле. Там столик, потому что там стеклянный стол, я вот так, увидите, там орел висит, здесь пианос, фонос стоит, которое там запрограммировано, само играет, стеклянные столики, кресло. Я вот так это отбегал, и вот кусочек себе, там, видите, все время ходят, там, и вот я поставил себе камеру, и так отбегал, включаясь, пробегу, спидаю, репетирую. И Ило записал свою репетицию сам, потому что одно дело работа, а другое дело репетиция. Как это одегатор вы видели, да? Одно дело репетиция, одно дело работы. Совершенно разные вещи. Совершенно. Вы сами согласны? Видели? Вы, наверное, удивились, а что же он работает, только не дышим показывать? Ну, я, к сожалению, я гонял, часто работаю, делал другие трюки, меня даже называют, говорят, потяни резину, я даже часто говорю, почему потяни? Ну, ты же все равно не прорезируешь, потяни мне нужно так, кто-то там, нам время нужно. Это, конечно, абсурд, потому что все равно у тебя есть музыка, ты вложен в музыку, ты чувствуешь ритм, ты должен, как бы, в ритм отработать, и вообще это по-настоящему, шанглером должен чувствовать. Кстати, вот, училище раньше преподавали музы-ритм, это обязательно, почему-то человек, если он не слышит, то это очень плохо. Это значит, кто-то отсутствует, не должен, значит, работать в церкви, лучше идти слесарем работать. Вот, поэтому я решил и записал. И вот то, что у меня получилось, ну, к сожалению, сейчас цифры, сейчас цифры, все, а я, мы работали в то время, когда взяла сейчас частная Альдика, но у нас, кроме вот такой камеры, кто-то еще имел или не имел, кинокамеры, любительской, причем очень часто плохого качества, никто не имел, вот то, что мы сейчас имеем. И только в 85-м году из Японии мы привезли серые камеры, большие кассетники, которые еще, как что-то снимали, или мы еще могли что-то увидеть. но это уже и возраст был другой совершенно. То есть наши золотые годы, когда она была по отрицательнику, который вот самый рост человека, когда он выдает все, что он может, то, что он накопил до 40-го, где-то там, до 38-ми, это золотой век у каждого артиста, потому что дальше он деградирует, начинает потихоньку. Хотите вы этого, не хотите, вы можете кричать, доказывать, что вы супер-пупер, ну, поверьте, вам будут кивать головой, тут же отходите и говорите, да, все смешно. Поэтому я все-таки решил, даже в 48 лет вы посмотрите, что я еще делаю в репетиции. Вот сейчас, пожалуйста, включите. Я могу прокручивать чуть-чуть, почему, потому что а вот там лучше показать через это. Четче будет. Вот видите, это отель, вот здесь уже нет, еще на балкон, здесь уже нельзя. Там вход, вот они, кресло, там орел сидит, вот фонос стоит. И вот на таком кусочке я пытался сам себя запечатлеть. А это я цифровал просто и сделал, как бы, трешку, 4, 5, 6, 7, и дальше пользуюсь. Мы можем что-то облакать, потому что это 40 минут, мы не выйдем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 не стал писать, не стал писать, не стал, говорю, писать оставить это, не стал, говорю, писать, не стал, говорю, писать, не стал, говорю, писать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо.